Всех приветствую, друзья мои! Мы сегодня с вами находимся в магазине H&M. Я не снимала сам магазин, потому что... Потому что... Потому что... Почему? Не получилось. Много людей. Да и нечего снимать. На самом деле все такое похожее, однотипное. Но кое-что я все-таки нашла и принесла. Мне кажется, на мой взгляд, самые интересные вещи, как вот вы видите, красное пальто. Которое, как мы все сейчас знаем, является писком сезона. Красная верхняя одежда. И красное именно пальто. Здесь очень темно и очень плохой свет. Я надеюсь, что вам что-то видно. Мне себя видно плохо. Я надеюсь, что вам меня видно лучше. Зато это большая примерочная. Здесь большое зеркало. И даже вот есть такой какой-то ужасный золотой диван, который больше похож на что. Не буду говорить. Даже слух, чтобы не произносить. А сегодня я вот такая вот обычная, очень casual я с работой. На настроении одеваться не было, что-то выряжаться. Поэтому я в такой вот одежде. И это хорошо, потому что я принесла несколько свитеров, куртку и пальто, которые вот с брюками, с такими джинсами очень удобно мерить. Так что вот как раз получилась тема. Все, давайте пример поделать и смотреть, что я нашла. Ну вот смотрите, первый свитер. Значит, у них сейчас много свитеров с махером, которые обычно... Это такая линейка премиум у них. Обычно она продается только на веб-сайте. А тут я смотрю, что оно появилось и в магазине. Я принесла реально вот один и еще один такой свитер с махером. И там был еще один серого цвета. Но я просто уже решила, что хватит. Поэтому вот так. Светерок симпатичный. Очень красиво. Такого серо... Серый цвет. Чуть-чуть зеленцой с такой морской волны. К сожалению, такой свет, который совершенно не передает его цвета. Может быть, я потом, когда его повешу на вешалку, то я... Это я это самое... Это вам будет лучше видно. Я вам хочу сказать, это уже вторая примерщина. Я из одной ушла, потому что там не было лампочек, и было темно. Девочки, жизнь боль. Короче. И вот такой вот странный рукав, который я что-то не понимаю, если честно. Вот это... Что вот это вот? Как это надевать? Мне нравится этот свитер. Мне нравится его фасон. Такой реглан. Горло не очень высокое. Очень мягкий. Пушистый такой махеровый свитерок. Я единственное... Я понимаю, что это была какая-то задумка. Видите, здесь как-то он выкроен интересно. Видите, как-то интересно он связан. Но вот эта вот штука на локте... Может быть, я просто не понимаю. Может, я просто не понимаю. Может, я надо просто вот как-то вот так. Вот так. Как-то вот так. В общем, я что-то не поняла. Какой-то горб. Горб на локте. Подлокотник такой. Хм. Интересно. Ну, хорошо. В общем, свитерок симпатичный, приятный. Сейчас я вам скажу состав, ценный размер. Смотрите, состав этого свитера очень неплохой. Очень неплохой. Это размер large. Видите, large. Стоит он канадских 77 долларов, американских 68. Ну, не так уж и много. Не так уж и страшно. Значит, 32% шерсть, 32% мохер. То есть, всё остальное синтетика. Ну, то есть, больше половины в нём натуральных, натуральных материалов. Так. Смотрите. Вот это его номера. И что-то написано. Какой-то вот они всё время называют вот это вот сертифицированный мохер. РМС сертифицированный мохер. Сертифицированная шерсть. Кто её сертифицировал? Какие в ней сертификаты? Я не знаю. Так. Теперь вот по поводу этого рукава. Посмотрите. Он вот так вот сделан. Вот таким вот кроем. Значит, вот так вот он вывезен. Видите? Здесь так, а здесь вот так. И вот таким вот бугром на локте. Я не очень поняла эту идею. Выглядит это что-то так себе не очень. Что-то они перемудрили, мне кажется, Энчином с этим свитером. Так. Смотрим ещё один свитер. Очень тоже симпатичный. Что это за размер? Мне кажется, он у меня маловат. Надо было помочь сделать побольше. Мне кажется, это ларч. Ну, я не знаю. Мне кажется, экстра ларч. А может, это медиум. Я сейчас вам скажу. Свитер очень интересный. Посмотрите, как он сделан. У него здесь внизу как бы такая вот сделана из рукава футболка. И сверху приделала вот такая вот накидушка. Это всё выглядит как будто это две части. Но на самом деле это одна. Один свитер. Потому что сзади спина, видите, у него совершенно ровная и гладкая. Ну, здесь всё такое очень, конечно, завлекалистое. И это прям так вот, знаете, прям очень так завлекательно торчит. Вот. Поэтому такой, в общем, свитерок симпатичный. И рукава, как всегда, мне длинные. Я, как всегда, их поднимаю повыше. Но очень интересная идея. Единственное, что, вот тут вот, это у меня здесь пояс в брюках. Поэтому, может быть, это не... У меня тут отпечатывается. Он довольно такой узенький, маленький этот свитерок. Вот видите, вот здесь он невелик. То есть вот тут вот он мне даже большой. Но за счёт вот этой вот штуки, которая сверху накидывается, накидухи это, он выглядит очень симпатично. У меня меняет всё время освещение здесь. Вот, видите, какой интересный. Здесь такая красивая вязка сверху, которая переходит в рукав. И внизу уже сам свитер. Кекси, фекси, шмекси, свитер с таким вырезом. В общем, да, интересный, симпатичный. И он, по-моему, тоже из какого-то неплохого состава. Сейчас посмотрю. Так, свитерок. В составе его 5% шерсти. Всё остальное всякошняга. Типа там полиамид, полиэстер и так далее. Но он при этом стоит 47 долларов. Канадских. 35 американских. Для сравнения вот этот, в котором больше натуральных материалов, стоит 77 канадских. Я ориентируюсь на канадские, поскольку живу в Канаде. И меня цена в американских долларах не очень интересует. Но, может быть, вам более понятно, так сказать, будет. Поэтому я... Вот видите, очень удобно, что здесь CD это американские. Канадские доллары, USD это американские. И это был размер Large. И несмотря ни на что, несмотря на это, он вот здесь вот не широкий. Вот здесь вот он такой нормальный, в принципе, в плечах, в груди. А вот внизу, в талии, он не широкий. Хотя он просто у меня, может быть, эти брюки, поясы, ну, как-то всё смешалось. Если с какой-нибудь юбочкой, то, по-моему, даже совсем неплохо будет. Ещё один свитер с махером. Он мне нравится тем, что в нём есть плечики. Это вообще большая редкость в свитерах с махером. И вообще в свитерах. В H&M? Вообще в свитерах наличие плечей – это очень большая редкость. Плечики делают в жакеты, плечики делают в пальто. Не всегда, но да. А в свитерах я давно не встречала, где-то в годах в 80-х. По-моему, это тоже свитер с махером, мне кажется. И он тоже не дешёвый. И очень красивый, приятный цвет. Вот такой вот не очень, как же мне показать? Вот такой не очень высокое, но не очень низкое горло. То есть не гольф такой, а вот такой, вы знаете, в меру. И плечи. Мне очень нравится. Цвет такой хороший. Прямо то, что под мои брюки подходит. И очень хороший такой базовый фасон, расцветка. Причём, по-моему, это размер мидиум. Он довольно-таки большой. Как больше размера. Ну вот. Красивый свитер. Очень даже ничего. Давайте посмотрим состав и цены. Так, здесь состав тот же самый. 32% шерсть, 32% махер. Это был размер мидиум. И стоит он тоже 77 долларов канадских. Вот его номера. Вот видите, номер его. Очень мне понравился. Видите, у него тут плечики пришить его там внутри. Хорошие такие плечики. Такой хороший свитерок. Базовый, но очень симпатичный. Неплохо. Так, ещё один свитер. Немножко странноватый, на мой взгляд. Во-первых, он очень большой. По-моему, это мидиум. И видите, он широченный. Ну, не широченный, а довольно широкий. Странное какое-то вот, странное у него плечо. То есть, очень сильно спущенное плечо. Но при этом, как будто бы, какой-то, типа, рукав фонарика. Или что. И вот рукав с таким разрезом внизу. Широкий рукав с таким разрезом. Ну, в общем, идея какая-то была сделать что-то эдакое. Раз такое. В результате получилось немножко странно. Потому что вот такой вот присобранный на плече рукав. Как я так понимаю, что он такой присобранный, видите, на плече рукав. Подразумевает... Не подразумевает спущенное плечо. А он, в принципе, должен был быть отсюда. Или я что-то не поняла. Или я отстала от жизни. Или я не очень поняла, в чем идея. Большая вот эта пройма. И вот этот широкий рукав. А цвет очень красивый. Такой зеленовато. Видите, вот сейчас вот передают. Цвет такой темной морской волны. Волны сероватой морской волны. Красивый цвет. Но странное исполнение. Но у него высокое горло. Мне кажется, что он весь синтетический. В нем нет никакого шерсти и ничего. Но красивый цвет. Я его за это притащила. А фасон очень странный. Ну что ж. 5% шерсти все-таки в нем есть в этом свитере. И как вы видите, да, это размер медиум. Он очень большой. Очень объемный. Стоит он 50 долларов. Тут уже без всяких канадских и американских. Значит, это наши 50. Опять же, вот его номера все. Интересно, он скроен, как-то связан. Видите, вот здесь вокруг горловины. Такие вот какие-то сделаны, вырезаны. Какие-то странными линиями. Вот так. И вот посмотрите на рукав. Он довольно интересно сделан. Но он слишком широкий. И слишком большая пройма. И слишком низкое спущенное плечо. Возможно, это для меня. Возможно, если бы это было плечо, так сказать, ну, человек с более широкими плечами, то ему бы на нем этот свитер сидел получше. А мне как-то не очень. Посмотрите, какая чудесная курточка под барашка. Я заметила ее еще в зале. Она мне очень понравилась. И там есть еще одна похожая. Может быть, ну, как будто под кожу. Может быть, я выйду и сниму ее потом по коже. Или на себе, или так просто сниму. Ну, рукава длинная. Не обращайте внимания. Значит, она такая, в общем-то, коротенькая, но она очень симпатично сделана. Я вам сейчас покажу ее поближе, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Достаточно хорошо вот такой сделанный мех. Не какая-то чебураха поганая, а довольно такой симпатичный, такой искусственный мех. Посмотрите, как хорошо, интересно сделан рукав. Везде вот эта вот прошивка под кожу. Вот эти вот такая байка, бейка, как это называется? Вот такой симпатичный воротник под замшу. Пуговицы обтянуты тоже вот этой же кожей. Две пуговицы и карманы. И вот такая вот она вот такой длины. Не очень длинная, конечно же, не очень теплая. Внутри у нее сделана вот эта вот как будто бы замша. Очень симпатичная. Рукава мне длинные. Может быть, их можно, наверное, не может быть, а точно совершенно. Вот так вот можно его подкрутить, рукав. Видите? И здесь вот внутри вот эта вот замша, которая, в принципе, дает возможность подкрутить рукав. И это выглядит неплохо. Мне очень нравится курточка. Она тоже не дешевая. Но сейчас ничего не дешевая, сейчас все дорогое. Вот. Вот такая вот симпатичная вещь. Она не длинная, но, видите, достаточно такая. Не знаю, что за размер. Наверное, ларч. Сейчас посмотрю. Посмотрите, какая симпатичная. Симпатяшка просто. Так, смотрите. Стоит она канадских 105 долларов. И это размер был ларч. И вот ее номера. Ну и, конечно, это все синтетика. Сделана на всей синтетике. Но сделана очень неплохо. Мне прям реально она нравится. Очень даже неплохая вещь. Так. Такая модная, фасонная. И выглядит очень симпатично. Выглядит как будто бы это что-то... Ну, что-то стоящее, знаете, даже. Видите? Здесь под замшу. Здесь отделка под кожу. Здесь вот так вот, видите, по плечу, по рукаву. Идет вот эта вот отделка под кожу. И вот пуговицы такие же обтянутые. Вот этой вот кожей, как бы сказать. Очень неплохая. Очень. И сегодняшняя вишенка на торте – это красное пальто. Все блогеры говорят, что красный цвет – это цвет сезона. И красное пальто тем более. Мы с подписчицей с моей недавно обсуждали это вот в моем видео про Зару. Она мне сказала, что как странно, что в Заре очень мало красного цвета. Хотя красный считается цветом сезона. Особенно красная вот верхняя одежда. Значит, оно мне чуть-чуть... Не то, что маленькое. Это размер смол. Потому что в магазине их было две штуки, и в оба были размер смол. Мне кажется, был бы medium, было бы лучше. Я не могу сказать, что оно мне прям мало. Но мне кажется, оно должно было бы быть более объемное такое, знаете. Очень красивый фасон. Хорошо сделаны. Две пуговицы. И, знаете, оно такое вот прямое. И немножко, по-моему, к низу оно даже сужается как-то, мне так кажется. Выглядит очень-очень достойно. Здесь очень плохой свет, и, может быть, вам плохо видно. Так, сниму вот так. Потому что мне кажется, что ближе будет лучше видно. Красивый воротник, карманы. В общем, все как надо. Все, что надо. Очень симпатично. Мне оно прям очень нравится. Очень нравится. Синтетика, конечно. Ничего шерстяного в нем нету, но это симпатично. Смотрите, я немножко ошиблась насчет синтетики. Да, в нем много синтетики, но 9% шерсти. Ресайкл. Ну, в общем, короче. Ну, какой-то такой 9% какой-то шерсти переработанной. Ну, лучше, чем все синтетика, так скажем, да? Посмотрите, какая ткань. Как оно сделано. Сделано оно неплохо. Очень все аккуратненько. Посмотрите, воротничок. Внутри подкладка. Конечно, плестровая, но сделано оно очень хорошо. Ну, я обещала вам показать вторую куртку, которую я видела в зале. Не взяла ее в примерочную. Она стоит 114 долларов канадских. Она выглядит по-другому. У нее как бы мех внутри, а кожа снаружи. Если честно, мне она понравилась меньше. Хотя на вид она тоже выглядит похоже на ту, что я примеряла в примерочной. Но как-то она не очень аккуратно сделана. Вот какие-то швы такие не очень хорошо обработанные. Хотя так вот чисто внешне она выглядит неплохо. Но если приглядываться, то куртка, которую я примеряла в примерочной, у которой мех снаружи, а кожа внутри, выглядит как-то более... Сделано, вернее, как-то более аккуратно. И более выглядит как... Ну, что-то такая более дорогая вещь. Потому что это как-то дешевит немножко. Как-то она не очень мне понравилась. Вот. Ну, в принципе, неплохая вещь. Вполне может иметь место. Я померила ее. Это размер смол. Не было, по-моему, медиума. Был какой-то экстра-экстра-лардж. Ну, вот как видите, она чуть-чуть не узковата. Но, в принципе, так неплохо. Ну, в общем, вполне можно носить. Ну, опять же, я примеряла на тонкий свитер. Так что вопросы есть по этому поводу. Ну что ж, друзья мои. Вот такие у нас сегодня были примерки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Красное пальто и черная куртка очень симпатичны. Неплохие свитера. С шерсти махера. То есть там больше половины шерсти махера. И очень они симпатично смотрятся. И стоят. Ну, в пределах разумного, так скажем. Все. С вами была Дита из Канады. Всех люблю. Целую. Всем большой привет. Всем пока. Bye.